Всем привет! Это фестиваль медиа-контента Вышка, второй сезон. Если бы Вышка был сериалом, то это была бы захватывающая история про группу молодых, талантливых, но очень нерешительных людей, которые мечтают учиться в Московской школе кино и в Good Story Media, но никак не могут отважиться туда отправиться. Но все-таки решают, решают, что их туда надо направить. Ну, раз они не могут направить сами себя, то значит им кто-то должен дать волшебный пендель и 50 тысяч рублей на карманные расходы. Кто это будет? Это будут, безусловно, члены жюри фестиваля. Кстати, главные призы фестиваля, так вот, кроме шуток, мы уже озвучили. А теперь озвучим мы тех, кто будет эти самые призы раздавать. В жюри Вышки второго сезона. Андрей Федяй, креативный продюсер в настоящее время. Кинопоиск HD, продюсер фильмов «Физрух» и «Ванько», сериалы «Везет» и проекта «Анна Николаевна». Андрей, добро пожаловать на историческую родину, ты снова в Югре. Это вам. Спасибо, спасибо, друзья. Также в жюри Екатерина Моргунова, актриса шоу «Однажды в России». У нас в Югре говорят увидеть Югру, влюбиться в Россию. С этим надо пожить какое-то время, я понимаю. Я постараюсь. И еще один сиденья жюри. Андрей Деич, креативный продюсер, куратор и преподаватель British High School of Design. Привет, мои учительницы. I'll be back. Она? Почти. Привет, мои учительницы английского языка Натальи Адольфовне. Здравствуйте. Все еще побаиваюсь. А, спасибо. Называю ваше имя и отчество. Я подготовился, ты заметил? Да, трудно не заметить. Спасибо. Андрей Деич также является преподавателем Московской школы кино и исследователем в области визуального восприятия. На секундочку. Но об этом мы еще сегодня поговорим. Я уверен, что у нас будет немало поводов для этого. Что, я резко обробил музыку? Ничего страшного. Но я учусь, пытаюсь, совершенствуюсь. Итак, на конкурс, на фестиваль медиаконтента «Вышка» пришло более 200 работ. Да. Но оценить... Оценить... Заметил ужас сразу. Да, масштаб. Не, ну, мы вас пожалели. Оценить придется не все. Да, у нас было еще один состав жюри, понимаете? Списали, вас выписали. Да, Андрей считает, что две работы нужно всего оценить. Две? На троих. За твою внимание. 98 не дошли просто. Они там где-то... Слушайте, ну, работ будет не 200, покажем вам чуть меньше. Да. Но вам придется их оценивать. У вас есть планшеты, в которых вы сможете, собственно говоря, это делать, выбирать нужного участника, нажимать на иконочку нужную, выбирать оценку и нажимать «Отправить». Вот так будем делать. Одно маленькое пожелание. Сначала оцениваем, потом обсуждаем, чтобы не влиять на мнение друг друга. Да, давлеть и манипулировать будем в перерывах. А, вот так. Я думала, надо мной будут давлеть. Как-то так. Ну ладно. Мы будем ругаться, будем как-то еще что-то. Да, как-то хотелось как-то поспорить. Разборки, конечно. Слушайте, будут разборки. Сначала смотрим, оцениваем, потом уже разборки, вся история. Да, ну что ж, готовы начать? Да. Да. Давайте, подождите, ну, я как-то обозначу этот момент. Первая номинация – это номинация «Клипы». И первым мы увидим клип на песню «Ниндзя». Да, создатели клипа предусмотрели все и отнеслись не очень буквально к названию своего собственного творения. Иначе бы «Ниндзю», как вы понимаете, никто бы не увидел. Но они пошли дальше. Не услышал. Да. Да, они пошли дальше, провели работу над ошибками. Вот, и мы сможем посмотреть, собственно говоря, этот клип. «Видимый ниндзя». Внимание на экран. Привет. Меня зовут Андрей Бонс, и вы сейчас будете смотреть промо на песню «Ниндзя». К работе подошли со всеми максимальными своими силами, поэтому, я думаю, вы кайфанете. Отличного просмотра. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА «Чтобы я не брать, принесу лететь мимо». «Поролеву небесе» – это всем понятно. «Все за нее платят, платиновой картой». «Восторги люди» – от нее плача. «Осторожно на контакте» – говорят «кусает». «Наши слухи» – больше в находе. «Лучшие люди» – ракурс на моде. «Внешность подвита, все стильно на кеймах». «Эмоции где-то» – «Сталон и сейв». «Сталон и сейв». «Все не справятся кроме как ниндзя». «Это тебе можно, это тебе нельзя». «Ниндзя, ниндзя, 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 ниндзя». «Брэйс, ты чё?» «Да блин, что-то такая другая приснилась. Капец. «О-о, Андрей Бондаренко, вот так записан он у вас». «Бондаренко, да». «Да, Бондаренко». «Просто как представился, я его тут искал, искал у него. Эндрю Бондаренко, да. «Андрей Бондаренко, это он же». «Он же Бондаренко, псевдоним». «Нажимаете на игоночку, выбираете звездочки». «Получилось?» «Нажимаете кнопку «Отправить». «Да, да». «Да». «Я не стал ничего вылить, я просто...» «Андрей, ну получился?» «Я оценил, да, я оценил». «Все, больше ничего не нажимаю». «А теперь расскажите зрителям нам и друг другу, как вам Мияги Бондаренко, или Андрей Мияги, я не знаю, как...» «Ага». «Какие эмоции испытали?» «Мне понравилось». «Мы сразу видели по лицу. Сейчас все оценки прочитают». «Очень было классно, я пританцовывал прям...» «Очень мне понравилось, какой флоу у чувака такой прям...» «Это местный, да, чел?» «Да, да, да». «Не выездной». «Понятно, а кто отсюда выездной?» «Володя, как вам, Екатерина?» «Мне раскачали, раскачали. Я тоже усилила и пританцовывала. «В машине бы звучало это все?» «Я просто, ну, я больше люблю другую музыку, но это не имеет отношения к этой работе. Очень хорошо все, но мне чуть-чуть, сейчас буду умничать, не хватило какого-то сюжета в его сне». «Сюжета?» «Да, чтобы какой-то был один, а не просто танцевать». «Нет, в его сне». «А во сне сюжета?» «Ну, он же уснул, ему что-то привиделось, правильно?» «Да, да, да». Вот мне хотелось, чтобы было, вот когда он появился с баллончиком, мне хотелось, чтобы он что-то нарисовал. Возможно, я странная, но я сегодня решаю. Какая-то странная, да. Надо было как-то оправдать это слово «ерунда» в конце. Чтобы нарисовать что-то такое, чтобы было сразу понятно, что да, ерунда. Но, ну, не знаю, вот мне хотелось какое-то, чтобы было какое-то развитие внутри, чтобы было понятно, что происходит там. Вот такая вот моя субъективная. Ну тут, конечно, сложно ценить, потому что если про картинку визуально говорить, вообще ребята, конечно, молодцы. Картинка крутая. А в чем они молодцы в визуальности? Сейчас я все расскажу, да. Ну мне кажется, что-то лупит вот этот фонарь мне в лицо, поэтому я, конечно, не могу сказать точно по цветам, но есть моменты местами, что первое, что вот... Но было цветное изображение. Да-да-да. Это 100%. Бородар разный. Визуальный ритм, он интересный, но есть моменты, где он проваливается. Вот это чувствуешь. Вот прям есть момент, где он чуть-чуть раз, и что-то произошло. То есть прям по цветам, какое-то есть недостача. И по истории мне ощутило, что были моменты, когда я что-то прям... Вот ты слушаешь, слушаешь, начинается какое-то повествование, что-то развивается. И бад какая-то дыра какая-то. И дыра такая, она в пространстве композиционно. То есть дыра как будто бы... Я не помню, что там было. Ну вот по композиции вдруг огромная дырка, ты на нее смотришь, и потом что-то внизу. И ты пока довел глаза вниз, уже другие кадры пошли. У нас в партии недополучивших все больше людей. Да-да-да. Потом, где они говорят слова, тоже есть нюансы. Вот где мы видим их лица и зубы близко достаточно, где они произносят фразы, там тоже есть непонятно. То есть ты пытаешься разобрать, они там то ли в несинхрон, может, это проблема, конечно, кодировки. Там у парня написано на толстовке, что в чем была эта, какая-то была надпись. Она настолько отвлекает внимание, контрастируя, что она переводит сюжет к себе. И ты начинаешь думать, а как это относится, и теряешь последующие кадры. Такие вот у нас комментарии глубокие. Я вот смотрел клип, у меня только один вопрос возник. Почему народу мало, ниндзи много, а меч один? А почему ниндзи без масок? Вот это у тебя уже вопрос такой возник. Какие вопросы вызовут следующие работы? Ну подожди, ну давай сначала посмотрим на средний балл. Пожалуйста. Внимание на экран. Будет ли он? А он выше среднего, оказывается. Ой, слушайте, четыре, вот ему музычка, Андрей. Я не знаю, под эту музыку он бы, наверное, ну... А мог бы он под это что-то читать? Так, может, это он и читает. А скажите, какой высший балл? А то вдруг 12-бальная шкала. Или 15-ти. Вы же видели, сколько у вас там звезд максимум можно поставить. Мы нет. Пять. Я для зрителей говорю пять. 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 Высший балл пять. Вот правильно. Зрителям надо понимать. Следующая номинация, номинация скетчи. Да, скетчи это... Это что это? Это короткие зарисовки. Зарисовки, да. А автор кто? Автор Евгений Букаринов. Ну, тогда зарисовки от Букаринова могли бы называться одним словом Скетчбук. Вот. Но не так называется. Давайте посмотрим. Евгений Букаринов. Репортаж. Город Ханты-Мансийск. Всем привет. Меня зовут Евгений Букаринов. Я из Ханты-Мансийска. Мы с ребятами решили отправить работу на этот фестиваль, потому что нам интересно мнение двух членов жюри. Это Екатерина Моргунова и... А, там по времени уже. Ладно. В общем, удачного просмотра. Это уже звездочка. Это сам ответственный отдел? Да. В этом диске репортаж про Ханты-Мансийска. Завтра утром он должен быть в эфире. И главное помните. Время идет. Мы меняемся. Все. Я пошел. Тимур, давай диск. А? Тимур! Ты что, его сломал? И что нам теперь делать? Ну, надо как-то выкручиваться. А сейчас к хорошим новостям. В нашем городе прошло торжественное открытие Хромакея. Гуляния проходили не только в Ханты-Мансийске, но и в Париже, в Лондоне и в городе 312. Время зоны доступа мы не опознаны. А пока я всей душой отдыхала на празднике, мы продолжаем наш выпуск новостей. И сейчас прямое включение с нашим специальным корреспондентом Тимуром. Тимур. 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 А сейчас я веду прямое включение с чемпионата мира по мотокроссу. И тут происходит... Извините, а можно в другом месте бензопилу проверять? А сегодня у нас в программе человек, который придумал рекламу «Руки за грибуки». Здравствуйте! А сейчас мы находимся на торжественном открытии магазина «Бензопил». И тут происходит... Извините, а можно в другом месте бензопилу проверять? Просил же! Тут вообще-то на мотоциклах катаются. Всем здравствуйте! Недавно в нашем городе проходил юбилейный 25-й чемпионат по рассинхрону, где наша команда заняла почетное третье место, потому что чуть-чуть не дожали. И сегодня в нашей студии проводится конкурс двойников. Эй! Это вообще-то мы должны были снимать. Блин! А я так не умею! Да что тут уметь-то? Рожаешь и все! Пойдемте, пацаны! А сейчас к печальным новостям. В нашем городе украли единственный хромакей. Странно, но об этом почему-то не говорят в других городах. Все! Приколов больше не будет! Все, давай камеру вырубай, я на маникюр полетела. Как вам визуальные эффекты и вообще вся эта история? Мы узнаем сразу после того, как вы оцените. Да, сейчас. Евгений Букаринов. Его репортаж. Фестиваль медиа-контента «Вышка» второй сезон в этом году проводится в рамках международного фестиваля креативных индустрий «Криометрия-2021». Организаторами этого фестиваля выступили департамент общественных и внешних связей Хантаманскийского автономного округа Югры, а также медиахолдинг Югра и медиасообщество нашего округа. Андрей, как по визуальным эффектам? Прекрасно просто, динамика добавляет абсолютно. Какой ваш любимый? Очень смачно, когда она улетела, конечно. Концовочка, да? Да, это было шикарно. Наконец-то. Это причем не спецэффект был? Не спецэффект был? Нет, конечно. Я знаю эту девочку. Она так летает, да? Вообще, это было классно. Я в какой-то момент я себя поймала на том, что я аж вот так вот на голове. То есть мне было интересно, и мне было искренне смешно. Я обожаю дурку, если можно это сформулировать так. Это была прям дурка хорошая, легкая. Добротная. Добротная такая дурка. Кайфовая дурка, не знаю. Я прям получила удовольствие. Классно было вообще. Руки за грибуки, просто хит. Хорошо. Давайте посмотрим, как вы хит оценили. Средний балл. 4,3. 4,3. Вот так вот. Это пока... Смотри-ка. Было 4,4,3. Ну, ну, как это получается вообще? Растем, растем. Или вы вошли как-то вот в... Ну, у нас специалисты, понимаешь, они сами выстраивают сюжет этой программы. Вот там будет и нарастание, и кульминация будет. Ну, и потом уже будет, может быть, какой-то финал, может быть, хороший, а может быть, нет. Да, посмотрим. Посмотрим, как там по оценкам будет развиваться. Следующая номинация – анимация. Антонина Ралдугина. Записки «Солис. Город Нефтьюганск». Внимание на экран. Мы группа художников из города Нефтьюганска, обучающихся в 10-й школе. Мы создаем анимационный сериал «Записки Солис», который затрагивает актуальные темы для современного молодежи. Это наша первая серия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Я не представляю, сколько времени нужно потратить, чтобы нарисовать мультик в принципе любой. И в какой программе вот это делается? А судя по тому, что их там целая артель, мне кажется, они там по очереди. Так, ты отрисовываешь правый глаз, я елками занимаюсь. Они сделали классный персонаж, надо сказать. Классный? Да, классный персонаж. Он цепляет. Концептуально именно? Нет, он цепляет. Они просто продумали его, как он живет в кадре. И он своей стилистикой работает очень интересно в кадре. И действительно цепляет тебя за... Вводит в интерес, начинаешь интересоваться, как он будет дальше, что с ним будет происходить. Есть на чем подумать. То есть очень неприятно, что глаз этот нижний как-то заклеил или чем-то? Ну вот это... Там можно много чего пофантазировать. Но единственное, что меня вот смутило, что мы очень сильно ушли в детали иногда. И просто из-за этого ритм сваливается. Мы утеряем просто визуальный. И начинаем просто где-то вот уставать. Ближе к середине вот там, да. Вот она попала в город, который будет, как кажется, деревней. Тут пошли какие-то нестыковки, потому что там зеленое все в арку. Домики такие. А мы попадаем в город. Тут раз, начинаются нарушения какие-то визуальные. И это начинает немножко вот уже как-то развалиться, это напряжение. А потом она попадает в город, начинает переодеваться. Все классно. И когда мы заходим в школу, вот это начинает обучение. Процесс нас спать переключили. Мы здесь теряемся. И здесь не хватает крючка дальше. И мы уже отсели. Все расслабились. Я смотрел просто уже отодвинулся назад. Я вот ниточку потеряла. Да, и все, она потеряла. Ребята просто редко бывали в северных городах наших. Они знают, что у нас так. Идешь по лесу, хера город как бы. Да, да, да. Ну вот это. Я четко вообще понял весь сюжет. В общем, мне все понравилось. Расскажи нам. Про что это? Это просто обычный день девочки из Нефтьюганска. А дальше потерял. Четкий сюжет. Но они актуальную тему затронули. И в конце, да. И в конце немножечко чуть-чуть пропаганда от Минздрава. Это интересно. Да, не совсем. Там же как интрига. Да, там интрига. Продолжение следует. Вакцина есть, но неизвестно. Давайте посмотрим средний балл. Что у нас получилось? Он тоже захватывающий. Четыре. Четыре. Прекрасно. Четыре ноль. Четыре ноль. Хорошо. А сейчас нас ждет с вами шоу. Ой, слушайте. В этом шоу полумрак, мягкая мебель и четыре пацана. Давайте посмотрим, что же там на самом деле. Какие события разворачиваются. Да, Евгений Стасенко, студия 72, город Тюмень. Всем привет. Я Евгений Стасенко. И мы сняли шоу студия 72, чтобы выбирать самую интересную новость недели. Всем привет. Это шоу студия 72. Здесь мы обсуждаем интересные новости за прошедшую неделю. Среди них выбираем самую забавную. Поехали. Журналистка занялась любовью во время интервью. О-о-о. А датская журналистка Луиза Фишер решила... Датская уже, да? Какой ужасный колумбай. Прошу прощения. Погоди, погоди. Погоди, воздуха надо. Датская журналистка Луиза Фишер решила сделать репортаж про клуб свингеров. Ничего не предвещало беды. Сюжет был посвящен открытию клуба после снятия коронавирусных ограничений. Профессионал. Так углубиться в тему. Это вообще углубиться. Очень подходящее слово. Согласен. Еще в маске пришло. Это свингер радио или что? Нет, это обычное радио. Она пришла. Свингер радио. Свингер радио. Сначала я беру у тебя интервью. Ты уменьш. Свингер радио. Треки в случайном порядке. А ты говорил, что... Нет, гем этого радио. Если у вас нету дома... Хорошо, что нет. Я отрывал, что нету тети. И он говорил, что его фамилия удивит. Что там за фамилия? Фишер. Фишер? Рыба. Рыбак. Не удивило, получается. Получается, не удивило. Давайте еще дочитаем. Нет, это обалденная новость. Человек, у кого девушка, преподаватель, он мисс. Рыба. Смотри-ка. Ну, Фиш, рыба. Да. По словам Луизы, изначально она не планировала заниматься любовью. Но сближение с гостями позволило их расслабить. Так как изначально свингеры нервничали из-за микрофона. Какие застенчивые молодые люди. Просто, похоже, находясь полностью голод. Секунду, это что, микрофон? Я такой новости, ты знаешь, вот прям с большим удовольствием. Абсолютно не понравился. Че к чему вообще? Привет. Итак, лауреация российской премии топ-100 самых красивых женщин уральского федерального округа. Ранее она завоевала титулы мисс совершенства и народной царицы Урала. Светлана Бичуевна! Привет. Привет, совершенство. О, да. Как дела? Приветики. Слушайте, ну хорошо. Вот 100 самых красивых женщин, да? Что это за конкурс? Мне предложили опять же поучаствовать в конкурсе. Я такая барвашка, я люблю везде участвовать, везде лезть, да, где влазиться. А, я тебя видел в отрядах мэра. Вот. Так да. И, собственно, поехала, и ничего не предвещало успеха, и вдруг корона на моей голове. Ты довольно-таки активная в социальных сетях, поэтому мы решили, ты знаешь, просто небольшую проверочку, насколько ты помнишь хорошо, что ты публиковала. Недавно или давно? Давай. Итак, какой песни у тебя нет в плейлисте ВКонтакте? О, ну-ка. Я перечисляю варианты. У меня был секс с настоящим человеком в исполнении Олега Кинзова. Что? Почему такая песня существует? Ты, который этот, не обстановка по кайфу. Значит, ехай на группу Ленинград, нимфоманка в исполнении Монеточки, или А я хочу Сибаса побыстрее, Эдуард Суровый. Последний. Эдуард Сурового нет. Нет. И это неправильный ответ. Серьезно? Да, потому что нет Монеточки. Монеточки нет. Теперь следующий вопрос. Какого черта у тебя в плейлисте делается без Олега Кинзова? Как я напоминаю, у меня был секс с настоящим человеком. У меня он просто был, в отличие от вас. Пойди до нас. Пойди до нас. Вот теперь мы знаем, как развиваются события в студии 72 в городе Тюмени. Неподалеку от нас. Да, давайте оценим. Евгений Стасенко. Ну, у меня здесь основная претензия к монтажу. Потому что к монтажу, к режиссуре самой постановки того, что происходит. Потому что мы очень часто теряем, кто говорит. Да, не фокусируемся, не видим эмоций, ответок. Это, конечно, разваливает всю эту повествовательную составляющую. По контенту я думаю, что ребят скажут, да. А вот по визуалу это ключевой момент. Потому что ты сидишь, как бы шоу на это построено, что ты видишь реакции, видишь взаимодействие. А тут даже по свету мы иногда теряем, кто говорит. Это нужно искать, кто в кадре вообще говорит. Где он сидит-то? Что посодержали? Смотрите, вообще классные ребята. И очень даже весело разгоняют. На самом деле. Видно же, что это же импровизация все 100%. Очень даже прикольные разгоны. Я прям несколько раз посмеялась. Это же импровизация 100%. Это какое-то продолжение обсуждения той новости. Да. Нет, разгоны хорошие. Но раз мы выбираем, нам нужно выбрать лучшего, то тут надо же, чтобы прям чем-то удивили. Надо же, чтобы что-то было оригинальное. А здесь, в принципе, достаточно стандартное YouTube-шоу. Вот во мне так. Таких сейчас очень много. Чего не хватает? Ребята классные. Чего бы им добавить не мешало? Ну, вот я сама просто не супер... Я сама не суперавтор и не суперкреативная. Но как зритель я могу сказать, что... Вот прям большой сравнительный ряд у меня в голове возник, когда я смотрела. Вот если было что-то, что отличает их от всего, что я видела, я бы 100% поставила 5 звезд. Вот так. А вообще, ребят, молодцы. Мне тоже, в принципе, понравилось. Мне понравился второй конкурс, когда они, девушки, задавали вопросы, какой песни у тебя нет ВКонтакте, как один из конкурсов многочисленных. Это прикольный конкурс. В целом разгоняют они, они харизматичные парни, понятно, что с чувством юмора и так далее. Достаточно смешно это может быть, но ошибка, которую делают все, кто пытается снимать такого рода шоу, заключается в том, что опыт съемок этих шоу, он достаточно уже древний, уже идея это не первая. И нужно очень-очень много разгонять, не перебивая, а не смеяться. То есть, когда это смотришь живьем, и когда ты присутствуешь в этих разгонах, мы все знаем, что это очень смешно. Но на самом деле, когда ты начинаешь монтировать, ты понимаешь, что монтировать нечего. Нет конкретных реприз, нет шуток четких. Они очень размазали эту новость, причем взяли новость смешную, новость сама по себе очень смешная. Там нечего разгонять, просто датская журналистка пришла на свингер-пати и сначала я возьму интервью у своей жены, а потом возьмешь интервью у нее ты. Ну, как бы что-то разгонять. Они просто это заржали, но это все лечится опытом. Кстати, о смехе. Вот если бы давали премию за самый заразительный смех в зале, там, я уверен, есть кому ее получить. Да, там девочка смеялась очень-очень хорошо. Очень хорошо смеялась девочка. Давайте посмотрим, насколько они наржали, да? 3,3. 3,3. Но будем считать, что... Я правильно отмечку поставил? Ничья будем считать, 3,3. Вот пусть будет так, ни нашим, ни вашим. Но, тем не менее, цены порой не столько оценки, сколько комментарии жюри. Номинация сериалы. Галина Клиперт, Олеся Идея Тулина, летопись Югры. Город Лонгипас. Всем привет! Меня зовут Галина. А меня зовут Олеся. Мы выполняем огромное количество различных интересных проектов. Ну и, конечно же, рады всех приветствовать. Всем здравствуйте! Олеся Идея Тулина. Будут-будут, только надо поспешать. Давай, пошли, пошли скорей. Стреляша, добрые, иди ко мне. Здравствуй, Микитка! Здравствуй! Да поспешай я. Господин ожидает товару. А Фёдор, чего побеет? Скажу! А! А меня отец отпустил. Кто-то мог крепко велел за мной следить. Да шёлку на вопрос купить. Ну, я как! Ну, добро! Добро! Куры! Кому куры? Куры, кому? Куры! Кому куры? Куры! Куры! Купи курить, господин! Жирная! А гусак есть? А чем гусак лучше такой-то? Гусиное перо нужно для грамотности. Нет, нет. Чудно-чудно. Пописала, возьми. Куры! Куры! Ой, маму, смотри, перстень. Смотри, мам. Купи, пожалуйста. Малая ещё. Отец ругать будет. Пойдём, нам надо отрез для сорочки найти. Перстень-то какой! Полюбился он мне, как ты полюбился мне, Лада, мой. Ну, где тебя носит? Давай. А тут? Погляди-ка! Надо же! Какие меха дивные! От куль соболя-то такие! Послал я отрока своего в Печору, к людям, дань, дающим Новгород. Куда-куда? В Печору. Послал я отрока своего в Печору, к людям, дающим дань Новгороду. И когда пришёл отрок мой к ним, то от них пошёл он в землю югорскую. А-а-а! Настасья! Квасу мне! О! О! Югра же сказала отроку моему. Дивное чудо мы нашли, о котором не слыхивали раньше. Есть горы, упирающиеся в луку морскую, высотою, как на небес. И в горах тех стоит клич великий и гомон. И кто-то сечёт гору, желая высечься из неё. И в горе той просечено оконце малое. Настя, неси воды. Ты же батюшка. И оттуда молвят. И не понять языка их, но показывают на железо и делают знаки руками, прося железо. Хорошо. Перстенёк-то ты мне подаришь? Подарим. Если кто даст им ножли или секиру, они в обмен дают меха. Путь же к тем горам не проходим из-за пропастей снега и леса. Потому и не доходим до них никогда. Этот путь идёт и дальше на север. Вот такая ледопись игры. Время оценок. Да. Делитесь. Галина Клипер, Олеся Идиатулина. Я заметил, что смотрю, я для себя отмечаю. Если Катя от спинки немножко оторвалась, значит интересно. Если расслабилась, значит чего-то неплохо. И наоборот, если Андрея вдавило в кресло, значит что-то испытал такое. Да, разное платье тела. Впечатлён. Впечатлён, да. Конечно. Сносит меня харизмой просто и перстеньком. Интересно меня давит. Андрей, сейчас что понравилось? Похвалить, конечно, безусловно, можно. Во-первых, я всех участников буду не уставать хвалить за то, что они просто взялись и сделали это. Снять даже вот такой кусок, это, поверьте, дорогого стоит. Похвалить можно за костюмы. Ребята заморочились, сшили костюмы. Ни одного кроссовка, ничего такого не торчит. Там чувак был какой-то в худи Адидас, мне кажется, или Пума, там не хватило ему немножечко, покрывалось капюшоном. Похолодало резко, пододел маленько. Либо это же, возможно, это же фантазийный сериал, поэтому чувак просто из будущего. Я ничего не понял, сюжета никакого. Я единственное, что понял, что где-то это происходит в каких-то славянских, угорских племенах. В принципе, это может происходить где угодно, хоть в Исландии. Какие-то исторические сюжеты. Девочка очень хорошая, молодец. Девочка отлично, она играет очень хорошо. И ее мама, она тоже хорошо играет. Собственно, смешной писарь мне показался. Писарь был смешной. Мне понравился этот самоотверженный человек, который топоры, ножи высыпал и так вот рукой. Может быть, сею-сею. Достал три пальца, потом еще пошурудил два. Если бы так было, например, уже было бы гораздо интереснее. Надо доработать. Вот я, в отличие от Андрея, люблю исторические сериалы. А еще очень люблю, когда мне все понятно. Особенно в эпохе, в которой я не была. Тут я запуталась, если честно. Была я там или не была. Я не поняла, была я там или не была. Правда, ребята молодцы, они прям заморочились. Это действительно сложно. Тут какой-нибудь ролик для КВН снимаешь в одной локации, и то это просто выбивает из колеи абсолютно. И в КВН какие-то неточности простительные, а тут как бы когда историческая история. Да, тут очень они заморочились, они постарались. У них многое получилось по картинке. Ну, прям атмосферно, да. Прям вот я как будто бы там с ними хожу по этой ярмарке. Все это вот было. Но я потеряла суть. Вот мне очень обидно. Хотелось бы понять больше. Да, вот мне не хватило чего-то. Я в какой-то момент поняла, что я запуталась. Андрей может распутает сейчас? Нет, потому что на самом деле визуально действительно восторженно так смотришь эту картинку, наслаждаешься. Они сами, видимо, очень кайфанули от этого. Это прям молодцы. Но нет акцентов. Нет акцентов расставленных. Ты не понимаешь, зачем ты следишь. Но иногда вслушиваешься в речь и теряешься. Пытаешься понять, кто главный персонаж, кто сейчас здесь, кто к кому обращается. Из-за того, что очень много всего в кадре, и они не разобрались, как эти акценты расставить. И сами для себя, видимо, не контролировали это. Наслаждались картинкой. Из-за этого провалился сюжет. Сюжет-то. Вот перстенек. А там люди за металл отдают шкуры. Уйдет ведь перстенек-то. А там и семья. А вот и понятно, кто писал сериал. Я ничего сейчас не понял. На самом деле меня осенило только что. Я понял, что этот перстень должен быть обменен в какой-то ситуации патовой на какую-то шкуру. И в итоге придется ее у любимой женщины забирать. Догадаться, конечно, можно. Но тут вопрос в том, что хочется, чтобы это происходило не в момент, когда он досмотрел и прошло два часа. А все-таки это происходило в момент смотрения фильма. И ты понимал, ага, этот персонаж, а этот. А человек научился писать красиво. Тоже важно показать. Да хочется сопереживать герою просто. Хочется понимать, почему он идет. А тут как будто не получается сопереживать. Это больше похоже на какой-то трейлер. Просто если бы еще какие-то были пояснительные кадры, может быть, что-то какие-то титры можно было бы дать. Было бы понятно, что, во-первых, сеттинг. Где это происходит? Надо было в титрах дать, я не знаю, там... Штаб-квартира. Да, показали годы, там что-то. Надо было показать, что это. И примерно какую-то там вводную часть. Еще все время фоновая музыка была, и ощущение трейлера, может быть, от этого было. Трейлер, трейлер, да. Вместо этого лучше бы сделали закадровый голос, авторский какой-то голос, который немножечко погрузил бы. Трудно говорить, когда у тебя жалейка во рту. Ну, то есть это же... Это невозможно практически. Тот же самый человек. Конечно, да. Либо как-то невнятно просто. На свистывание авторский текст. Еще больше путаницы просто будет. Еще интересный момент, что музыка иногда мешает просто воспринимать голос там, потому что наложение происходит. Там то ли с балансом, что-то. Но иногда я просто не слушаю все слова, не знаю, может, я... Вмешения были там. Я тоже не слушаю. Да, да, да. И вот это тоже важный момент. А так я абсолютно согласен. Давайте посмотрим, как смешали ваши оценки, что получилось в итоге. Средний балл. 3 и 7. Ну что, волосы? 3 и 7. Это счет матча Россия-Хорватия. 3 и 7. Это город? 3 и 7. 3 и 7. Нет? Ну, нет, так нет. Как говорится, слона надо есть по кусочкам. Вот руководствуясь этим принципом, мы и не заставляем жюри оценивать сразу всех финалистов. На сегодня хватит. В скором будущем снова подойдем, так сказать, к столу. Ну, нужно, чтобы и аппетит разыгрался. Так что до встречи в следующий раз, в следующем выпуске финала, так сказать, фестиваля медиаконтента «Вышка». Смотрите в следующем выпуске. Безумству храбрых поем мы песню. Подарки для баб, подарки для баб, для мужика сложный в жизни этап. Какая-то такая атмосфера меня прям улыбала с самого начала, умиляла. Ребята прям молодцы. Классно сделаем. По времени, хотя бы еще чуть подольше просто покайфовать. Мы недооценивали вирус. После второй волны ожидали его ослабления. Очень много визуальности, такой прикольный. Все участники слышат ваши комментарии. Я сказала «А». Есть время рассказать друзьям о фестивале «Вышка».